Цыгломенская библиотека номер 16 представляет Букашечки Летом, как правило, многие родители с детьми стремятся выехать за город. Там чистый воздух, вдоволь можно побегать, поиграть в мяч и сорвать свежую ягоду и съесть её прямо с куста. А ещё можно понаблюдать за жизнью маленьких существ. И это я сейчас не про гномов и эльфов. Жучки, червячки и паучки тоже становятся объектами пристального внимания и интереса. Вот божья коровка. Наверное, летит к своим деткам. Кузнечик стрекочет свою песенку. Как бы его увидеть, а не только услышать? Раздаётся звук «жжж». Может, это жук, а может, это оса или пчела летят по своим делам? Если ваш ребёнок с удовольствием наблюдает за миром насекомых, можно предложить ему продолжить это знакомство. Есть много детских книг, главными героями которых являются муравьи, жуки, пчёлы и прочие жители дачных участков. Малыши с удовольствием слушают муху-цокотуху и тараканище Корнея Чуковского. Ребят постарше будут интересны книги «Необыкновенные приключения Карика и Вали» писателя Яна Лари, а также повесть Валерия Медведева «Баранкин. Будь человеком». Прелесть приключений Карика и Вали, как и невероятных превращений Баранкина и Маленина, в том, что они воочию видят окружающий мир таким, как видит его паук или бабочка. Невероятно огромным и полным причудливых маленьких деталей. Классические детские истории о насекомых как и многие сказки на самом деле о людях и взаимоотношениях между ними, о том, как важно быть честным, трудолюбивым, добрым и отзывчивым. «Стрекоза и муравей» – басня, которая на примере легкомысленной стрекозы и трудолюбивого муравья учит отвечать за свои поступки и серьезнее относиться к жизни. А вот для героя Виктора Драгунского светлячок в коробочке оказывается ценнее любимой игрушки, потому что он похож на чудо – маленькую звездочку. А еще потому что, в отличие от пластикового самосвала, он живой и светится. Пчелка Майя – главная героиня книги немецкого писателя Вальдемара Бонзельса. Приключение пчелки Майи, опубликованной в 1912 году. Майя – молодая медоносная пчелка, которая жаждет знаний об окружающем мире и никого не может оставить в беде. Она добрая, веселая, отзывчивая, благородная, полна энтузиазма, любит свободу и приключения. В книге Майя раскрывает план масштабной наступательной операции шершней и предупреждает об этом улей. Давайте мы сейчас попробуем нарисовать эту замечательную героиню. Для этого нам понадобится лист белой бумаги, простой карандаш, ластик, цветные карандаши, фломастеры. Рисуем овальную голову и удлинённое туловище. Намечаем ноги следующим образом. Более детально мы их прорисуем позднее. Рисуем руки и намечаем место для ладошек. Прорисовываем пальчики. Теперь нашей пчёлке рисуем волосы и усики. Оформляем лицо. Рисуем глаза, нос и рот. Прорисовываем зрачки и крылышки. Создаём полоски на теле пчёлки. Прорисовываем ноги. Убираем ластиком все лишние линии. Раскрашиваем. Наша пчёлка готова. Отправим её на самый красивый цветок за мёдом. Эти и другие книги про насекомых вы можете взять у нас в Цегламенской библиотеке номер 16. Спасибо за внимание! Видеопрезентацию для вас подготовила библиотекарь Цегламенской библиотеки номер 16 Трапезникова Валентина Витальевна. Все фотографии и рисунки взяты из личного архива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова